Всем привет друзья! Прошлый ролик по книгам породил очень много вопросов касательно наличия достойных книг по вселенной сталкера. Вы спрашивали меня, а прочитал ли ты эту книгу, а прочитал ли ты то, а слышал ли ты об этой книге, а почему пропустил какие-то из книг определенных. На этой почве я решил сделать еще несколько роликов, это будет один из них. Поэтому тащите чаек и еду к компьютеру, а я пока заставочку закину. Первая книга, связанная зоной. Случайных людей зона не любит, но тех, кого она приняла, не отпускает просто так. Сталкер по прозвищу Кремень однажды решил вернуться к обычной жизни. С двумя приятелями он покинул зону, продал хабар и снова стал Алексеем Кожевниковым. Старшим мастером заводской ремонтной бригады, любящим мужем и отцом. Но зона жестоко напомнила о себе, и Алексей был вынужден отправиться в свою последнюю ходку, чтобы спасти от смерти десятилетнего сына. Общая оценка книги 7 из 10. Слишком банальная история, которая истертая вдоль и поперек. Вторая книга, мечта на поражение. Только нелепая случайность, да и еще ствол чужого автомата заставили сталкера-одиночку Гуппи стать проводником странной группы, нацелившейся на самый центр Чернобыльской зоны. В сердце зоны находился газогадочный монолит, который по слухам мог выполнить любое твое сокровенное желание. Но для того, чтобы его достигнуть, нужна была самая малость – пройти через ад. Что-то конкретное по поводу этой книги сказать не могу. Первое и главное, что бросается в глаза – это имя главного героя. Ну вот совсем в нем нет сталкерского духа. Прям на ноль, абсолютно, извините, конечно, но я считаю так. Поэтому книга заслужила твердую пятерку из десяти. Холодная кровь. Майор Константин Куприянов – специальный оперативник-интрудер разведывательного ведомства. Проник в зону не ради поиска артефактов и острых ощущений. Вполняя приказ командования, он идет по следу похищенного аргентного комплекса Пургаде, переправленного через периметр зоны бандой катармандистов в погонах. Задача майора – не допустить, чтобы новейшее оружие попало в руки военизированной секты «Монолит», намеревающейся с его помощью уничтожить Небесного Паука, загадочную непристудную цитадель. Планируя операцию, Куприянов не представляет, в какую коварную ловушку заведет его рейд по зоне, которая вознамеревалась столкнуть интрудера с самым жестоким врагом – его собственным правовым прошлым. В общем и целом, книга хорошая. Завязка интересная и читается достаточно легко. Прочел ее буквально за пару дней. Вердикт – твердая восьмерочка из десяти. Дом на болоте. В начале 21 века вокруг Чернобыльской атомной станции образовалась загадочная аномальная зона, и многие любители легкой наживы слетелись сюда в надежде разыскать редкостные артефакты, стоящие огромных денег. Но очень скоро стало ясно, что вернуться отсюда удается далеко не всем. У сталкера Штыря был собственный план обогащения. Он не собирался прорываться через радиоактивные территории и смертоносные ловушки к таинственному монолиту, исполняющему любое сокровенное желание. Он не собирался сражаться с мародерами и свирепыми мутантами. Он просто хотел ограбить и убить живущего на болоте доктора. Человека, который бескорыстно лечил раненых сталкеров. Штырь не знал, что тем самым бросает вызов не только сталкерскому братству, но и всей зоне. Книга в общем целом необычная. Мы привыкли видеть прямо-таки белых пушистых сталкеров, которые самые честные и справедливые во всей зоне. А тут появляется такой своеобразный антигерой. Вот именно за это я и поставил к этой книге восьмерочку. Штык. Капитан Алексей Сенников остался жив после нападения контролера на блокпост. Это событие не прошло бесследно и навсегда изменило его жизнь. Спустя год по случайному истечению обстоятельств, капитан Сенников снова оказывается в зоне. Сумеет он ли он выжить на этот раз, а заодно спасти доставшуюся ему в нагрузку генералов? У него практически нет шансов. По его следу идут опытные безжалостные охотники, но вовсе не это терзает душу обычного армейского капитана. Читал эту книгу после холодной крови и словил своеобразный флэшбэк. Ну опять история про военного, то есть такой вот как понимаем непривычный момент. Обычно мы привыкаем, что там сталкер, одиночка, там с трудом берущий какого-то напарника с собой, а тут прям целый военный. Сама история интересная, ну не знаю. Могу сказать, что это твердая шестерочка, но не более того. Сердце дезертира. В зону прибыл странный турист, богатый старик со свитой и телохранителями, которую острый на язык сталкера тут же прозвали шейхом. Команда в него подбирается тоже странноватая. И вечный неудачник хромой, и жестокий фаш, и изгнанный из группировки искатель за самодеятельность любопытная Норрис, и вообще неизвестно откуда взявшийся мрачный дезертир, обладатель самой скверной в сталкерской среде репутации. Им предстоит идти к ЧАЭС. Но чем дальше, тем более странные вещи происходят с экспедицией. Очень неоднозначная книга, не совсем хорошо ее переварил. Возможно, общая усталость не дала мне толком ехать в эту историю. Спустя какое-то время я попытаюсь ее снова прочесть, чтобы убедиться либо в своей правоте, либо в своей неправоте. Поэтому пока что это даже не твердая шестерочка из десяти. Охотники на мутантов. Могильник – это дикие непроходимые земли, из глубин которых поднимается аномиальная энергия старых захоронений. Это самый странный и опасный район зоны. Здесь водятся существа, которых нет больше нигде. Здесь происходят вещи, способные напугать даже самого бывалого сталкера. В центре могильника находится крепость, таинственный объект, из-за которого столкнулись интересы двух сильнейших группировок зоны. Долг пытается как можно скорее доставить туда ценный груз, а свобода хочет во что бы то ни стало помешать этому. Долг нанимает лесника, лучшего охотника на мутантов. В свобода обращается за помощью к цыгану, опасному наемнике-убийце. Ну прямо-таки мне приятно было читать эту книгу. Здесь история, конечно, не о знаменитой команде, но от этого книга не менее крутая. Читал ее с удовольствием. 9 из 10. Сердце зоны. Глобальная катастрофа в зоне. Сверхмощный выбор... Сердце зоны. Глобальная катастрофа в зоне. Сверхмощный выбор сменяет ландшафт, уничтожая известные районы и открывая новые территории. Кланы вынуждены бороться за свое существование. Теперь война группировок неизбежна. Тем временем неизвестные нанимают двух сталкеров, доставив некое секретное устройство в самое сердце зоны. Чернобыльская АЭС. Но смогут ли они выполнить миссию? Ведь препятствуют им не только фанатики монолита, монстры и смертельные аномалии. Сама зона становится их врагом. Так что же за странные устройства везут сталкеры? Почему таинственных нанимателей называют чистое небо? Скажу так, книга немножко непривычная, нестандартный немножко сюжет, но не зацепила. Сори, это 5 из 10. Сталкер. Герои зоны. Полигон. Новая книга о похождениях сталкера Макса Края. Теперь плечом к ключу с ним идут его красавица, жена Милена и маленький сын Патри, который научился стрелять раньше, чем ходить. Нас ненавидят, нас всех хотят уничтожить. И потому никак не обойтись без сталкера Макса Края. Только он способен пройти через ловушки полигона и дать отпор отщепенцам всех мастей, маньякам и мутантам, наемным убийцам и криминальным авторитетам. Только ему под силу спасти человечество от оружия массового поражения. Рекомендовали мне эту книгу над подпрошлым роликом, но есть некоторые вопросы. Слишком уж супергеройский перебор. Ну, прям, извините, тут шестерочка, не более. Последняя книга. «Свинцовый закат». Майор военной разведки Кальта намерен отправиться в кишащую мутантами Припять. Подбивает сталкера Макобеса сопровождать его. Тот не доверяет чересчур скрытному компаньону, но до цели не так уж и далеко. Обещанный им накрада столь приятно, что отказаться попросту невозможно. Вот вчера буквально закончил прочтение этой книги и, честно сказать, не совсем понял. Как-то банально все. Да, интересно, да, сюжетик есть, но не более пятерочки, сори. Вот, собственно, на такой нотке и закончим наш очередной обзор «Книженцы и подсталкера». Если понравился ролик, то поддержите крепким лукасом и порекомендуйте этот ролик вашим друзьям. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока.